О ходе работ по строительству мостового перехода через реку Обь. Уважаемые коллеги, я провел целое расследование по той информации, которая есть у меня от Рубы БУшной. Сэкономили полмиллиарда рублей. Консессия снижена в объемах или нет? Где деньги? Я не готов отвечать на такие вопросы и на такой площадке. Всем напоминаю, что у нас в следующем году чемпионат. Новосибирь станет визитной карточкой Российской Федерации. Отчет КСП я смотрю, цитаты, продленная 284 календарных дня. И когда прием шведы, финны, канадцы, американцы, почти на год смещаем сроки, Терликов дал отрицательную оценку самому проекту. Вы нам не открыли глаза, вы для чего это говорите? Да мне факты, какие факты? Какие факты вы утверждаете? Я прекрасно знаю, о чем идет речь. Юрий Венемин, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич. О ходе работ по строительству мостового перехода через реку Обь. Начальник государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост». Хочу сказать, что в настоящее время ГКУ «Мост» занимается контролем строительства. Работа, которая проходит, довольно слажена. По строительству оплачено порядка 19 миллиардов, а общее выполнение составляет 8,6. Пожалуйста, Александр Сергеевич Бурмистров, включите микрофон. Уважаемые коллеги, я провел целое расследование по вопросу, связанному со строительством моста, и у меня появилось целый ряд вопросов. В проектной документации было указано, что должны использоваться немецкие трубы для коллектора Хобос. По той информации, которая у меня есть, 14 тысяч долларов, это метр трубы немецкой с доставки. У меня есть переписка с турками. Полторы тысячи долларов. Вот она экономит. Сэкономили, по моей информации, полмиллиарда рублей. У меня вопрос, вот этот товарищ, он подтвердит сейчас или нет, то, что это в судах уже есть. Вы же были в этом суде или нет? Давайте расскажем городу, что реально происходит. Коллеги. Да это замкин директора. Зачем они приходят, если не отвечают на вопросы? Давайте по делу начнем разговаривать. Уважаемые коллеги, просьба. Подтверждаете наличие судебных проблем или нет, нарушение патентных прав, экономии примерно в 7-8 раз на этой трубе. А где эти деньги? Если я правильно понял, вы куда-то вывели на другие затраты. Это так или нет? Простой вопрос. Консессия снижена в объемах или нет? Ну да или нет? Ну что мудрить-то? Где деньги? Я не готов отвечать на такие вопросы и на такой площадке. Кто-то прокомментирует? Ну я прокомментирую, но повторение. Консессия была поддержана, заключена. Почему обсуждать эти вопросы сейчас? Вы нам не открыли глаза. Вы для чего это говорите-то? Да мне факты. Какие факты? Какие факты вы утверждаете? Я прекрасно знаю, о чем идет речь. Юрий Вениаминович. Юрий Вениаминович. Юрий Вениаминович. Надо эмоционально... Вы что там шоу-то делаете? Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Бурмистров. Большая просьба. Если так и есть, надо не здесь обсуждать. Правильно он сказал Гудовский. Напишите прокуратуру, а мы там снимем это самое. Юрий Вениаминович. Вот эта турецкая труба, предположительно, контрафактная, с рыночной ценой в несколько раз меньше предусмотренная по проекту, дала просадку на 90 сантиметров. Если это так, место деформации будет заиливаться, пропускная способность коллектора снизится кардинально площадь труда и дальше будет топить, как и сейчас, еще десятилетия вперед. Из двух ниток, которые у нас идут по площади труда, действительно, на одной нитке есть просадка, самая большая просадка, 93 сантиметра. Следующий вопрос, коллеги. Смотрим проектную документацию, раздел 5, проект организации строительства, часть 4, инженерные коммуникации, книга 4.4, коллектор дождевой канализации, пункт 5.17. Там ссылка на календарный график и, главное, общий срок строительства коллектора, цитата, составляет 1 год или 12 месяцев. В общем-то, получается, что все эти работы должны быть закончены. Если мы смотрим на этот паспорт, через неделю страдания сотен тысяч новосибирцев должны закончиться сейчас. У меня вопрос, значит, на каком вообще основании мы можем дальше блокировать, в общем-то, этот перешейк, еще раз, сотни тысяч новосибирцев страдают после 15 июня? Я отлично понимаю, что консессионер, я очень подробно изучал финансовую эту модель, с моей точки зрения, мое убеждение относится к нам, ну, грубо говоря, к каким-то аборигенам. И когда у нас не будет этой пропускной способности, они с нас просят, с нас просят, ну, с областного бюджета, где деньги? Соответственно, у меня вопрос, а как они будут компенсировать вот эту, значит, блокировку движения у нас в городе? Они не имеют права дальше это делать. У вас закончилось время. Хорошо. Александр Сергеевич, понятно, что нужно какое-то время потерпеть. Где-то, может быть, застройщик был нерасторопен, либо принимал неверные технические решения, но это та данность, с которой мы сейчас работаем. Вопросы еще есть, коллеги? Есть. У меня есть информация о том, что вы меняете на более дешевые, значит, аналоги запорную арматуру, потому что там же выносится в том числе и водопровод. Подтверждаете вы это или нет? Это первое. Да или нет, и где деньги? Это второй вопрос. Следующее. Значит, это мой округ, я там, значит, лажу безвылазно. Безвылазно. И я, значит, и трубы изучал, и людей приводил. И по моему пониманию, я, значит, я прошу тоже подтвердить, так это или нет. Когда, значит, речь, значит, о замене теплотрассы, по той информации, которая сегодня, трубы бэушные. Я все-таки предложил... Где экономия? Самое главное. Если вы сэкономили, вы тогда объемы концессии снизите. Это самое главное. Вы эту логику подтверждаете или нет? Это еще один вопрос. Что если вы сэкономили на чем-то, там, 500 миллионов на трубе, грубо говоря, на арматуре, там, 200, то это должно уйти в снижение концессии. Либо вы... Либо у вас, сказать, другая логика. Вы поясните логику, значит, работы с этими, значит, условно сэкономленными деньгами. На данные вопросы нужно отвечать в комплексе, а не так из контекста вырывать. Я предлагаю все-таки в том формате, в котором предлагали уже, да? Александр Сергеевич, ваше слово. Хотелось бы продолжить то, о чем говорит Олег Петрович, что я предлагаю. Я предлагаю затребовать компенсацию. Еще раз, дорогие друзья, в чем суть концессии? Если не будет трафика, сопоставимого с бесплатными мостами, то из областного бюджета миллиарды рублей будут или сотни миллионов ежегодно уходить. Понимаете? Нас никто не пожалеет. Нас это, значит, субъект Новосибирской области. Почему мы должны их жалеть, когда они экономят, значит, на ресурсах, когда, значит, это брак, ну, просадка, по крайней мере, и так далее. Вот что я предлагаю. Если горожане сотни тысяч теряют время, давайте требовать, требовать компенсации, куда это годится. Это же, подождите, дело не только в этом. Территорию, значит, деревьев, значит, на территории сада Кирова для коммуникации вырубили к чертовой матери, понимаете? Там, значит, десятки деревьев. Где компенсация, какая компенсация, непонятно. Значит, вот мой бывший округ, сейчас это, значит, товарища Чеховского. Станционная 8, 10, 12, значит, 4, там, 5, буквально несколько метров от окон теперь эта дорога. Люди страдают, они готовы на митинги выходить. Единственная причина, по которой они на площади, это ковидные ограничения. Везде, где появляются конституционеры, появляются проблемы. В Томской области, значит, чтобы вы понимали, значит, в отношении экологии Новосибирска тоже часть этой корпорации. Уголовное дело по мошенничеству уже возбуждают. Я обращаюсь к правоохранительным органам, к новым генералам, которые сюда приехали. Уважаемые, дорогие друзья, ну, включитесь в работу, ради бога. Включитесь в работу, давайте мы разберемся, что это все значит. Я всем напоминаю, то, что у нас в следующем году чемпионат, значит, мира и по волейболу, и по, значит, по хоккею. Новосибирь станет визитной карточкой Российской Федерации. Мы, Россия, достойно провели чемпионат, значит, мира, и Олимпиаду, и универсиаду, значит, там, и везде, и в Казани, там, и, значит, где в Красноярске и так далее. Отчет КСП, я смотрю, аудитор Алехин, цитата, в связи с возникновением особых обстоятельств срок строительства, речи о мосте, цитата, продлен на 284 календарных дня до 17.09.2023 года. Это аудитор КСП на Сибирской области пишет. То есть изначально мы планировали вложиться в сроки, и когда приедут шведы, финны, значит, канадцы, американцы и так далее, и так далее, чтобы наш город был в нормальном состоянии. Теперь из-за каких-то непредвиденных обстоятельств, цитата, из-за какой-то просадки непонятной, мы все уходим, значит, почти на год, значит, смещаем сроки. И это еще один повод, значит, чтобы доктор, значит, пришел и разобрался в этом вопросе, как у нас говорит, значит, президент. Что там вообще происходит с этой стройкой и так далее, и так далее, с заменой арматуры, труб, значит, отапливаемого коллектора, я уже про мост говорю, я прям просто подробно вникаю в эту историю. У меня крик души, просьба к правоохранительным органам, включитесь, разберитесь, что происходит. Это совершенно критическая стройка, критическая ситуация с заменой. И я спрашиваю, простой вопрос, где деньги, где экономия, вы экономите там, там, вот там, консессия сокращается. Значит, объемы обязательств должны быть сокращены, объемы тех обязательств, которые понесет областной бюджет, понимаете? Ну, нам про это ничего не говорят. Нам про это ничего не говорят. Это значит, что эти денежки не потратят на что-то другое, на услуги юристов, на какие-то там страховки, я не знаю, еще не пойми на что. Где эта экономия? Это совершенно непонятно, что происходит. Я благодарен коллеге вам, что дали мне возможность выступить, и благодарен, значит, представителю УЗСПТС о том, что он честно сказал. Ну, там просадка, понимаете? Ну, там не будет работать, просто не будет работать объект. Там закопано черт знает сколько, сэкономлено, и создана просто финансовая подушка, чтобы куда-то увезти. Вот, вот что происходит реально. И, значит, это вопрос престижа Российской Федерации, в конце концов, что у нас будет, значит, как наш город будет выглядеть. В момент, когда здесь будут, значит, мировые соревнования, мировой турнир. Уважаемые коллеги, спасибо огромное. Я надеюсь, что эта вся ситуация, значит, со строительством этого, значит, объекта, с финансовыми, там, всевозможными манипуляциями и так далее, не останется без внимания. Ни нашего, ни профильной комиссии, Героя Леонидовича очень активно, а я вижу, готов включиться в изучение этого вопроса, и Андрея Эдуардовича и так далее, и правоохранительных органов самое главное. Спасибо. Это не неприкасаемые ребята. В Томске уже сняли эту историю, что они какие-то особенные. Спасибо за внимание. И я очень рассчитываю, что жители, значит, это бывшие мои избиратели, Станиславская 8, 10 нас, которые страдают от того, что там они, значит, понаворотили. Они их расселят. Что сад Кирова получит какую-то компенсацию от того, что они там понаворотили. Да, самое, еще один момент, посмотрите на эту развязку, куда этот трафик пойдет, в Несватутино, не со Станиславского, если я правильно понял, но широкую не повернете. А это, значит, будет забит мой округ Котовского и Пархоменко превратиться в магистраль. По сути, спальный район, вот этот, там, значит, маленькая улица. И Стерликов, это руководитель, значит, ГУДУНСО, он дал отрицательную оценку самому проекту. Я напоминаю. Умные люди приняли решение о строительстве моста.